Святая Иулита В начале IV века император Диоклетиан издал указ, предписывавший преследовать всех христиан, и правитель Ликаонии Домитиан начал ревностно исполнять волю императора. Святая Иулита укрылась от гонений Вселивкии, предпочтя отказаться от всех своих богатств и нести тяготы изгнания, нежели отречься от Христа. Но в этом городе царило еще большее смятение. Посланец императора Александр наводил ужас на население, подвергая пыткам и беспощадно предавая смерти всех, кто не подчинялся указу. Спасаясь от его гнева, святая отправилась в Киликийский город Тарс вместе с сыном и двумя служанками. Однако святая Иулита вновь столкнулась с этим мучителем. Он опередил ее и здесь продолжал расправу над христианами. Когда Александру донесли, что в городе находится знатная беженка, он приказал задержать ее и привезти к себе на суд вместе с ребенком. Служанки сумели ускользнуть и издали следили за происходящим. Когда Иулиту спросили о ее имени и звании, она ответила просто «Я христианка». Разгневанный правитель велел подвергнуть ее пыткам. Палачи связали святую Иулиту и стали бичевать бычьими жилами. Плачущего младенца в это время, оторвав от матери, принесли Александру. Он взял его на руки, посадил на колени, погладил по голове и попытался поцеловать, говоря приятным голосом. «Оставь эту ведьму и иди ко мне, твоему отцу. Я тебя сделаю своим сыном и наследником всех моих богатств, и у тебя будет сладкая, беззаботная жизнь». С виду слабый ребенок в действительности обнаружил мудрость старца. Кирик посмотрел на мать, претерпевавшего мучения, и дал отпор тирану, царапая его и ударяя кулачками. Он вскричал «Я тоже христианин!» и ударил правителя ногой в бок так, что тот застонал от боли. Тогда притворная доброта обернулась яростью. Александр схватил ребенка за ногу и со всей силы ударил о ступени каменной лестницы, которая вела к его трону, разбив Кирику голову. Святой младенец тотчас предал Богу душу, освящая землю своей кровью и унося на небеса венец мужественных подвижников благочестия. Тогда Иулита исполнилась божественной радости и возблагодарила Господа за то, что он таким образом отверз ее сыну врата вечной славы. Вновь приведенная к разъяренному правителю, она заявила, что никакие мучения не смогут победить ее любовь к Богу и что, напротив, страдания позволят ей поскорее присоединиться к дорогому сыну. Тогда Александр приказал вздернуть святую Иулиту на дыбу и терзать ее тело железными крючьями, а затем лить на мученицу кипящую смолу. Несмотря на боль, мученица продолжала исповедовать веру в святую Троицу и добавила, «Я спешу присоединиться к сыну, чтобы вместе с ним наслаждаться блаженством Царства Небесного». Видя, что его усилия бесполезны, Александр приказал обезглавить святую Иулиту. Когда ее привели на место казни за городскими стенами, она попросила у палачей минутную отсрочку, чтобы помолиться. Пав на колени, святая Иулита возблагодарила Бога за то, что он удостоил ее войти в брачный чертог вместе с разумными девами. Едва она произнесла «Аминь», как палач взмахнул мечом и отрубил ей голову. Тела святых Кирика и Иулиты были брошены в яму вместе с телами преступников. На следующую ночь две служанки пришли забрать святые мощи, которые затем погребли в пещере неподалеку от города. В царствовании Константина, когда воссиял свет благочестия, одна из этих женщин еще была жива. Она рассказала о гробнице святых, и туда устремилось множество христиан, чтобы взять частицы святых мощей, от которых произошло множество исцелений. Святые мученики Кирик и Иулита, молите Бога о нас. Святые мученики Твои, Господи, Кирик и Иулита, во страданих своих венци прияша нетленния от Тебе, Бога нашего. Субтитры создавал DimaTorzok